Ты слышал, что мифы про троллей могли быть основаны на встрече с неандертальцами? Типа они огромные... Это полная хуйня, потому что этот образ троллей, который можно связать с неандертальцами, он, блядь, типа основан на сказках и фильмах из 19-го, там, 21-го века. То есть тролли изначально, они вот так вот не выглядят как-то. Никак не выглядят. Но при этом понятие тролль, оно даже... Оно при этом, оно недостаточно... То есть оно по всем параметрам недостаточно... Что за говно играет? Понятие тролль, оно недостаточно древнее. То есть оно... Во-первых, само по себе фольклорное. То есть оно даже не из эпохи викингов, оно позже. Значит, а во-вторых, образ троллей, как вот именно существ, вот таких вот, блядь, это типа хуета, которая еще позже появилась. То есть это детские сказки с иллюстрациями, девятнадцатый век всякие, всякая такая хуета, сборники сказок с картинками. Вот. Фильмы современные. Больше всего из эпохи викингов, кстати, на образ тролля похож образ раба. Как ни странно, то есть вот эти вот самые фралы, которые рабы, на которых Хеймдаль предопределил им быть рабами. Они, короче, описаны как скрюченные, с длинными, короче, носами крючковатыми и так далее. Вот. Ты видел норвежский мокюментарь охотники на троллей? Видел. Отлично. Я очень рекомендую. Йотунхейм. Это же Россия. Понимаешь, это сложный, очень многомерный вопрос. Я уже говорил, что мифологическая география у викингов была довольно сложная. То есть на примере Хели, например, это видно. Не знаю, что. Хель — это одновременно на юге, под землей и внизу под Реву Игдрасиль. То есть это три разных направления абсолютно. Но все три — это вот Хель. Йотунхейм, он одновременно на востоке, и там еще несколько разных направлений можно приписать, да, как в Йотунхейм попасть. При этом этот Йотунхейм в реальной географии, да, постоянно передвигался. Там за Урал, например, его в конце концов отодвинули. То есть, строго говоря, Россия вообще, она была вполне себе реальная страна. Да, то есть реальная местность с реальными людьми к эпохе викингов. То есть территория, которую обычно называем Россией, она называлась Гордарики. Изначально Гордарики — это была Ладога просто. Вот. И кунунгами Гордарики назывались просто ладожские всякие князья, но они в Варяге все были. Там Варяги жили. Значит. Но впоследствии Гордарики — это уже стало обозначением вот всей территории России, там с куском Хазария, блядь, со всей хуйней. Земля городов это называется. Горд — это ну как бы город. Вообще, Горд — это... Оно родственное русскому слову «город», но оно еще родственное, например, английскому слову «yard», «сад», «задний двор». То есть, как бы, Горд — это то, что обнесено забором, грубо говоря. То есть, к примеру, вот Асгард, Мидгард — это, например, не города ни хрена, это целые миры. Они называются «гард», потому что, ну, в общем-то, они отделены от всего остального. Да, слово «ограда» и слово «огород» — они тоже родственные. Собственно, Хольмгард, Новгород, Миклогард, Царьград. Ну, большой город просто. По-варяжски он назывался просто Миклогард. Это, ну, великий город или большой город просто. То есть, это вот что-то, что ограждено, отгорожено. То есть, подытожив, вопрос был про то, является ли Йотунхейм Россией. Да, Россия — это Йотунхейм или нет? Скорее, нет чем, да? Потому что, вот, к нашему понятию «Россия» ближе всего было бы понятие «гардарики», скорее. Но понятное дело, что понятия из одной эпохи на другую, они не накладываются идеально. Тем более, из двух разных языков совершенно. «Россиям Россия» в пергюнте тролли были уже здоровыми ебаками, которые форму разную принимали. Ну вот, они, тролли, они в основном про то, чтобы форму разную принимать. То, что они здоровые ебаки всякие, это уже потом придумали. То есть, ну, наименее каноничные, как ни странно, тролли у Толкиена. Потому что у Толкиена — это просто какие-то животные, которые либо вообще говорить не умеют нихуя, либо просто пизда какие тупые. Тролли в скандинавском фольклоре, они очень хитрые, они меняют внешний вид, они богаты, у них дохуя золото, потому что они его через магию могут добывать. То есть, ну, Пипи Длинный Чулок постоянно говорит, я богата как тролль, именно поэтому. Собственно, вот эта баллада Хермана Лига знаменитая, где в христианского рыцаря, который возвращается из крестового похода, в него влюбляется троллиха. Она ему обещает мельницы, которые, собственно, перемалывают зерно в золото и драгоценные камни. Ну, это финские мифы всякие. Значит, то есть... Потому что тролли колдуют. Они, собственно, могут намутить много всякой хуйни таким образом. Но просто они хитрые, им доверять нельзя. Что-то там проблема их основная. Они в этом плане как джины в ближневосточных культурах. То есть, в принципе... Ну, есть такое понятие в европейском фольклоре, как невидимый народ или спрятанный народ. Незримый народ. Это то, что у ирландцев вот эти вот Туах-Даданан, которые ушли, скажем так, в другое измерение, и они по-другому существуют, и теперь называются Ши. Духи. Это то, что вот у славян. Это самая Чудь, которая под землю ушла. То есть, это мифы про всякие... Про вот автохтонное население, которое было где-то вот здесь. Неважно, где это здесь, но здесь. До нас мы их отпиздили, и они куда-то спрятались через магию. Они вот что-то вот приколдовали. Это, собственно, то, что потом Мартин адаптирует в Игре Престолов. То есть, вот эти Дети Леса, которые там шароебятся, блядь, прячутся нахуй и смотрят через деревья на всех. Это типичный спрятанный народец. Есть более агрессивный вариант спрятанного народа в фэнтези. Это вот у Сапковского Айн-Элли. Вот эти вот высокие эльфы, которые уебали в другое измерение и в виде дикой охоты оттуда возникают и похищают и уводят людей в рабство. Но это немного не похоже на скрытый народец в европейском именно фольклоре, потому что скрытый народец эти феи, лепреконы, банши, тролли. То есть, берете любой европейский фольклор, там постоянно есть вот эти всякие существа, которые живут параллельно с людьми, их можно как-то изобразить, нарисовать, еще что-нибудь, но вот увидеть их не получится. И когда они что-то делают, они делают это через кого-нибудь другого. Ты, например, оставил лешему поесть, это съели вороны, ты можешь это в принципе пронаблюдать. Но через ворон это съел леший. Потому что вот леший, он как представитель вот этого невидимого народа, ну вот, блядь, его не видно. Когда он что-то делает, в нашем поле зрения это делает кто-то, кого мы можем видеть, а не кто-то, кого мы не можем видеть принципиально. Ну и, соответственно, всякие вот есть места, значит, особые, когда, в которых человек может случайно попасть в реальность этого скрытого народа. То есть, первое, самое очевидное, это когда человек выходит за это самое ограждение, да, гарду вспоминаем, да, за чистокол своей вот этой деревни сраной, неважно, там, славянской или какой угодно. И оказывается, в лесу, где ему пиздец, где, в принципе, ему вообще ничего не подвластно, он сосет хуй просто пожизненно, потому что я напоминаю, что человек это очень неудачное животное. То есть, почему людям пришлось стать такими умными, потому что у нас нихуя другого не получалось. У нас нету огромных когтей, клыков, мы медленно бегаем, то есть, мы не можем как медведь за, там, блядь, 20 километров учуять каплю крови и так далее. То есть, поэтому, когда вот это, собственно, опущенная обезьяна оказывается, собственно, среди нормальных животных, ей, бля, страшно. Резонно страшно. И вот, соответственно, вот эти, то есть, первый, первый порог, может быть, даже не первый на самом деле, но один из важнейших порогов между зримым и незримым миром для древнего европейца, это, собственно, был выход за пределы границы твоего поселения. Потом уже есть всякие мифические, полумифические сюжеты. Тут вам и круги, ведьмины круги. Вы знаете, что иногда грибница, да, то есть, ну, корневище, да, гриба, оно, она так распределена, что грибы растут вот кругами вот такими вот. И вот, соответственно, вот такой вот идеальный круг из грибов, который периодически образуется на всяких полянах, это называется ведьмин круг. Давай, ADSP. Значит, это самое, что я сказать хотел. Да, ведьмин круг, он, собственно, был вот таким полумифическим лиминальным пространством, да, полумифическим порогом между зримым и незримым миром. Были полностью мифические пороги между зримым и незримым миром, я не знаю, вы обращали когда-либо внимание в русских народных сказках Иван-Царевич, когда приходит к избе Бабы-Яги, что происходит первое, давайте, что происходит, когда Иван-Царевич приходит к избе Бабы-Яги? Что он делает? Вот, Херейн пишет, просит ее повернуться, он ее разворачивает, говорит, повернись. Да, он говорит, поворотись, избушка, ко мне передом и к лесу задом. Это интересно, учитывая, что лес у них, в общем-то, вокруг. Она всегда к лесу задом и передом тоже. Другое дело, что она стоит задом к Ивану-Царевичу, наверное, всегда, по умолчанию. Что бы ему ее не обойти? Эта избушка, она же стоит не вплотную к скале, вот этой якутской, как бы, да, отвесной. Ее можно обойти, у нее вот там вон лес. То есть, избушка, она смотрит вот вперед в лес, да, в такой же лес, который у Ивана-Царевича вон там. он только что точно такой же лес проходил. То есть, даже если это опушка какая-то, да, да, листом, да, опушка какая-то, на этой опушке стоит эта избушка, и, допустим, она вот на краю опушки, и она смотрит дверью в лес. Иван-Царевич, он вышел с противоположной стороны этой опушки, смотрит такой, ах, избушка ко мне задом, что делать? Ну, неужели он не мог бы ее просто обойти лесом? Там суть именно в том, что когда он просит ее повернуться, это, в общем-то, заклинание. Это магическая фо... это именно магия. То есть, это не шаманизм и не жречество, это магия. То есть, он приказывает, значит, приказывает некоему духу что-то сделать. Говорит, почему он может так делать? Непонятно, почему он колдует вообще, почему он может колдовать? возможно, потому что он царевич. Потому что у него королевская благородная кровь, и поэтому он, собственно, при помощи этого может творить такие простые заклинания. Как ведьма, короче. Значит, поэтому он говорит, повернись, действительно, ко мне передом, к лесу задом. Что в это время происходит? Поворот этой избушки это не просто поворот избушки, это как поворот ключа в замке. Дело не в том, что избушка поворачивается, и Иван Царевич может физически в нее войти. Дело в том, что вокруг Ивана Царевича меняется вся реальность. Если вы играли в Age of Wonders Shadow Magic, то есть это второй Age of Wonders с аддоном Shadow Magic. Там вот эти теневые порталы, когда ваш отряд становится на теневой портал, вы нажимаете, дело не в том, что вас телепортирует в теневую реальность, а эта реальность вокруг вас идет пиздой и становится теневой реальностью. То есть поворот этой избушки это примерно как действие вот этого гигантского метронома в рассказе Лавкрафта извне. Помните, у Лавкрафта был рассказ, там был прибор, там был прибор по типу метронома, который, если привести в действие, он входит в резонанс с реальностью как таковой, и те потусторонние существа, которые живут параллельно с нами, они становятся видимыми для нас, а мы для них. И это на самом деле очень древнее представление, которое в фантастике Лавкрафта появляется, потому что древние люди считали примерно так же, мы аналогичные мифы видим постоянно, то есть после того, как человек... И это уже, кстати, больше на шаманизм похоже после этого, потому что вот то, как Иван Царевич пользуется заклинанием, это скорее магия, колдовство, чародейство, значит, а то, что он, в общем-то, попадает в мир с духами, это больше похоже на шаманизм. Вместе с этим это похоже очень много на что, то есть это то, как, например, Хермуд спускается в Хель после гибели Бальдера. Считаю, он такой сюжет в скандинавской мифологии. Тебя действительно пугают книги лавк? Не, меня не пугают книги лавк? Правда, совершенно. Они, по-своему, очень красивые. Сейчас, секунду, тут важная вещь есть одна. Оп, оп, оп. Опа. Так. Мне в личку ответили про Ивана Царевича, он просит Венедиктова отсосать избе. Охуенно. Выглядит как бред, но там так и есть. Мол, избушка, поворачиваясь, открывает портал мир мертвых и живых, их живи, и кучи. Ну, типа, да. Просто это такая вещь, которая, она не очевидна исключительно потому, что над ней никто не задумывается особо. Вот. То есть, в принципе, ну, Баба Яга, она не случайно, в общем-то, костяная нога. Баба Яга, костяная нога. Она наполовину мертвая. У нее одна нога, костяная. Она в этом плане очень похожа на Хель из скандинавской мифологии. Баба Яга в славянском фольклоре это, скорее всего, отголоски какого-то языческого потустороннего божества, которое, ну, просто не сохранилось. Может быть, это и есть Мара, кстати, но мы никогда этого не установим. да, но когда поворачивается избушка, повторюсь, хорошая аналогия это поворот ключа именно. Иван Царевич оказывается в другой реальности. его пока Баба Яга не отпустит, он, бля, оттуда не уйдет. Не надо было просить избушку повернуться. его спасает то, что он Царевич. Секунду, мне звонит. Ну, привет. Да, мы тут обсуждаем суть народных сказок и мифов про, значит, скрытый народец и всякие такие вещи. Про троллей, фей, Лешиев. А-ля братья Гримм вот это все? Ну, вот да, то есть, европейский фольклор, то есть, как он соотносится с язвичеством. Просто люди часто путают фольклор и, в общем-то, дохристианские мифы. То есть, тут надо понимать, что это все-таки две большие разницы. Я так охуел, когда узнал, что на самом деле написано эти сказки, что это. Потом это было некая пробация к современной действительности. Да. Когда я то читал оригинал, я прямо охуел. Есть такое, да. То есть, мне, например, особо нравится, как в Золушке расправились с Мачехой в итоге. Я, кстати, не помню. Я помню, что везде жесть была. ну, я запомню. Я уже не помню. там Мачеху в общем... там, в общем, Мачеху заставили плясать в раскаленных металлических башмаках. Вот. Да, пока, пока, короче, удар не хватил. Ну, Золушка, там же туфельки, всякая такая. В общем, в оригинале сказки там, ну, как сказал бы Джордж Лукас, It rhymes. Да, то есть, оно, в общем, рифмуется. То есть, оно вот здесь туфельки, здесь башмачки. А это были какие-то волшебные башмачки, которые раскалялись? Или тупо просто пытку строили? Это пытки, это пытки, да. Это примерно как вот казнили этого. Был, вот, по-моему, из рода Сикеев, был этот чувак, который хотел какого-то венгерского короля, по-моему, опрокинуть до же его фамилия была. В общем, его посадили на металлический трон, который накалили. Вот, а сверху, значит, корону раскаленную тоже ему положили на голову. А его заговорщикам приказали, значит, ну, от него, короче, отрезали куски и приказали под страхом смерти его заговорщикам его есть. Вот. то есть, времена были тогда специфические, ну, в общем-то, как бы, сказки отображали вполне. Ну, да, понятно. Мне это забавляет, когда... Я так понимаю, что куски отрезали живьем. Ну, да, подразумевалось, но я думаю, он, в общем-то, умер, как бы, в ходе этого процесса. Ну, на каком-то этапе, понятно. человек особо долго не выдержит такие вещи. Вот. Ну, да, то есть, меня особо и интересует, вот, когда, значит, анти-SJW предлагают саркастически, что, мол, спящую красавицу, наверное, надо запретить, потому что там согласия не было, это изнасилование и так далее. Они, видимо, думают, что это смешно. Но проблема в том, что в изначально... Да, я же там изнасилование? Да, в изначальной сказке было буквально изнасилование спящей красавицы. Да-да-да. Ну как, изнасилование? Она, я, правда, не знала об этом. Ну, это и есть изнасилование. Ну, да. Ну, да. То есть, просто, ну, по меркам средневековья, по меркам средневековья, то есть, изнасилования с их точки зрения не было, потому что, ну, усыпило же, значит, спящую красавицу ведьма, а не принц. Ну, все. Ну, понятно.